Блогерша, пересказывая житие Марии Египетской, сказала гениальную фразу Женщина, которую переплюнула даже Христа Преподобная Мария Египетская родилась в Египте Эта фраза показывает типичное непонимание православной догматики Про плюнуть дьявол в лицо мы знаем от нашей любимой группы Бабушка Плевать дьяволу! Плевать дьяволу! Да и мы сами плевали на дьявола при крещении А вот переплюнуть Иисуса Христа это уже что-то новое Заметьте, речь именно про непонимание догматики Потому что судя по ее православному контенту Эта блогерша прекрасно знает, что в Иисусе Христе сочетается Неслитно, нераздельно и неразлучно божественная человеческая природа Но чтобы мыслить по-христиански, надо не просто выучить догмат А понять, что из этого догмата следует Во-первых, Иисус Христос, Бога-человек, уникальное существо Бог-Сын, вечно рождающийся от Бога Отца, воплотился в человеческое тело Ничего подобного не было раньше и не будет после Следовательно, сравнивать с Иисусом Христом кого-то просто некорректно Это как нельзя сравнивать метры с килограммами Типа 2 килограмма больше, чем 1 метр Кстати, блогерша повторяет ошибки некоторых христианских мыслителей древности Которые пытались подражать жизни Иисуса Христа Или представлять страдания Иисуса Христа Это бесполезно, потому что никакой человек никогда не сможет Ни мыслить, ни чувствовать, как Богочеловек Как ни маши руками, все равно не сможешь почувствовать себя, как птица в полете Потому что, чтобы почувствовать, что чувствует птица, надо быть птицей А чтобы почувствовать, что чувствует Богочеловек, надо быть Богочеловеком У Богочеловека была конкретная миссия, которую он выполнил сверхъестественным способом Он воплотился и этим изменил человеческую природу Он умер и воскрес и этим изменил загробную жизнь Он вознесся на небо и создал церковь В которой до сих пор определенным образом действует Святой Дух, вечно исходящий от Бога Отца Поэтому не нужны ни новые Богочеловеки, тем более подражание человеков Богочеловеку А христиане приобщаются к результатам действия Иисуса Христа через Евхаристию Но это уже другая тема Мы постарались объяснить как можно более кратко и понятно, без библейских цитат и многословных размышлений святых отцов Если в чем-то ошиблись, пусть в комментариях нас поправят священники Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!